Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Науру Залипшокова Его представил судья Верховного Суда Российской Федерации Сергей Зеленин. Науру Забрикович был назначен указом президента Российской Федерации 15 августа 2022 года и уже приступил к выполнению своих обязанностей. Глава Республики Рашид Тимрезов пожелал новому руководителю Верховного Суда оправдать доверие президента Российской Федерации успеха в сложной и ответственной работе. Глава Республики Рашид Тимрезов приглашает гостей и жителей Республики принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных столетию региона и Дню города Черкеска, которые пройдут 6-7 сентября. Великательная праздничная программа начнется 6 сентября. В этот день в 19.00 состоится торжественное открытие светомузыкального фонтана в обновленном центральном сквере в сопровождении Камерного оркестра Государственной Филармонии Республики. Сразу после открытия фонтана состоится концерт с участием звезд Карачаева Черкесии Ислама Итляшева и Султана Лагучева. В 19.50 на центральной площади Черкеска состоится лазерное шоу, после чего перед зрителями выступит группа «Файста Фэмили» и артисты Карачаева Черкесии. Завершится праздничный день красочным фейерверком. 7 сентября в 16.00 на стадионе Нарт состоится праздничное мероприятие, посвященное столетию образования республики и гала-концерт с участием Стаса Михайлова, Басты, Зары, Ислама Итляшева, Рината Дженебекова и других артистов Карачаева Черкесии. «Это наш общий праздник, этот праздник каждого из нас, день образования региона, в котором мы живем, растим детей, строим будущее и чтим прошлое. Пусть он будет ярким, фееричным и незабываемым», написал в своем официальном телеграм-канале Рашид Тимрезов. Народная артистка России Диана Гурцкая выступила для более тысячи жителей и гостей Черкеска. Это событие прошло в рамках Года людей с ограниченными возможностями здоровья в Карачаево-Черкесии и мероприятий, приуроченных в столетию региона. Артистке подпевал весь зал, ее тепло встретили и взрослые дети. Среди зрителей – люди с ограниченными возможностями здоровья. Для многих из них Диана – пример того, насколько безграничны человеческие возможности. Диана Гурцкая хочет приехать в Карачаево-Черкесию еще раз, об этом она рассказала журналистам республиканских СМИ. Удачи, успехов, много-много улыбок, всего самого наилучшего. И я бы себе пожелала бы еще раз приехать сюда, потому что мне здесь очень понравилось, здесь очень тепло, здесь очень чувствуется добро. И я очень-очень полюбила всех вас. Так что приглашайте. Вы знаете, для меня это большое счастье. Очень сложно говорить то, что, в принципе, мы делаем. Я про себя никогда не люблю говорить, но если нам что-то удается делать, то на самом деле, да, нам удается. Я, конечно, безумно благодарна Богу и СУД за это, и, конечно, всей команде, которая мне помогает. Конечно же, это моя семья, это мой брат и продюсер, это наш центр социальной интеграции. Это все те люди, которые меня окружают, и без них бы ничего не получилось. Это страна, которая нам помогает в этом случае. Все-все-все помогают, поэтому я хочу сказать от всего сердца, от всей души, мир не без добрых людей. Еще раз говорю, я живу ради наших деток, ради наших ребят. Если мне что-то удается в этой жизни делать, я счастлива. С 9 по 11 сентября жители республики будут выбирать своих представителей в городскую думу Черкесска и Карачаевска, а также еще в четырех десятках сельских советов. На этих выборах, помимо наблюдателей от партии, кандидатов за порядком в ходе голосования будут следить эксперты общественной палаты, которые будут представлены на всех избирательных участках на территории региона. Комментирует информацию руководитель группы подготовки наблюдателей общественного штаба Евгений Жидяев. Основная работа была направлена на обучение наблюдателей, их формирование. Я думаю, в полном объеме мы с этой задачей справились. Мы распределили каждый из экспертов по городам, районам, с кем будем проводить обучение. Лично я участвую в обучении наблюдателей в Ногайском, Адыхабайском, Зеленчуцком, Урубском муниципальном районе. В этом случае сказать, что были новые какие-то аспекты в обучении, были добавлены другие формы обучения, в электронном виде это было все преподнесено. И я с уверенностью могу сказать, что наблюдатели наши готовы к проведению выборной кампании. Мы должны участвовать, наблюдатель не только как наблюдатель, но он должен участвовать в том, чтобы было большее количество избирателей, которые придут на избирательный участок. И в этом направлении надо, наверное, прилагать больше усилия, чтобы потом сам избиратель не говорил, почему избрали того или не этого кандидата, того или другого кандидата. Поэтому здесь, чем больше придет на избирательный участок избирателей, тем будет существеннее, будут весомые эти выборы. Регионы Северокавказского федерального округа получат от федерального центра 200 новых школьных автобусов и 103 машины скорой помощи. Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение распределения между регионами школьных автобусов на сумму 10 миллиардов рублей и машин скорой помощи на 6 миллиардов рублей. Таким образом, Карачаево-Черкесия получит 15 новых школьных автобусов и 13 машин скорой помощи. Среди школьных автобусов, которые получат Карачаево-Черкесия, 5 автобусов будут вмещать до 31 человека, еще 9 автобусов до 24 человек и один автобус вместимостью 20 человек. Как стало известно на прошлой неделе, с начала нового учебного года в российских школах на уроках запрещено использовать телефоны. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов во время общероссийского родительского собрания. По его словам, это необходимо, чтобы школьники не отвлекались на телефоны на уроках. Если необходимо связаться с родителями, школьники могут сделать это на перемене. Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий. Вспомните, мы с вами тоже учились. У нас не было мобильных телефонов. Да, и в школе есть ответственные, если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родителям позвонят, скажут. Есть учитель, классный руководитель. На перемене можно пообщаться со школьниками. Но на уроках, в соответствии с санитарными правилами, использовать мобильный телефон не допускается. Ну, кстати, это тоже использование мобильных телефонов, вы это прекрасно понимаете, влияет на здоровье малышей и детей. В Карачаево-Черкесском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья «Росинка» откроется стационар с возможностью проживания. Находится он в Черкесске, в здании бывшего дома-интерната для престарелых. Стационар будет полностью готов к приему с Нового года. Чтобы пройти в нем реабилитацию, нужно обратиться непосредственно в учреждение по адресу город Черкесск, улица Космонавтов, 4 или по телефону 27 20 29. В Аграрно-технологическом колледже Иркен Шахара будущих работников сельского хозяйства будут обучать в новых мастерских и лабораториях. Ребята на занятиях не только получат теоретические знания, но и опробуют их на практике. Это стало возможно после получения колледжем субсидии в рамках федерального проекта «Образование». Какие преимущества дадут эти новшества студентам нашего региона, рассказал председатель комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму Народного собрания Алексей Ганшин. У наших детей, у наших студентов появилась возможность на практике получить достойное образование и получить навыки на современном оборудовании и на современной технике. Две эти лаборатории позволят готовить специалистов не только для нашей республики, но и для соседних регионов, что повысит престиж рабочих этих специальностей, так как у нас развивается в республике сельское хозяйство, сады Карачаева, Черкесии, направления, расширяются сельскохозяйственные предприятия. Это будет достойным подспорьем для подготовки современных специалистов. В ауле Нижняя Тиберда открыли памятную доску герою России генерал-майора авиации Канамату Баташеву, который героически погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине. Доска появилась на здании школы, где учился Канамат Баташев. Напомню, Канамат Баташев ушел добровольцем на Донбасс. Он погиб, выполняя боевую задачу. За мужество и героизм указом президента России Владимира Путина Канамат Хусевич посмертно удостоен самой высокой воинской награды звезды Героя Российской Федерации. Северокавказский межрегиональным управлением Россельхознадзора выявлен факт незаконной реализации молочной продукции в Черкесске. Факт был обнаружен благодаря анализу информации, размещенной в системе электронной сертификации «Меркурий». Комментирует информацию государственный инспектор отдела государственного ветеринарного контроля и надзора управления Зурида Агирова. Установлено, что ООО «Восток» продолжала свою деятельность по реализации продукции животного происхождения, хотя по данным выписки из Единого государственного реестр юридических лиц, деятельность фирмы прекратилась в 2016 году. За это время ООО «Восток» с торгового павильона «Мясной двор» реализовало более 13 тонн молочной продукции. Площадки, не состоящие на учете в налоговом органе, не имеют права заниматься экономической деятельностью в области производства, хранения или реализации подконтрольных государственных ветеринарных надзоров товаров, являются фантомными. Управлением Россельхознадзора, хозяйствующий субъект и данные площадки исключены системе Цербер для предотвращения нелегального оборота продукции. Конкурс юных талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия» проводит кастинг на участие в новом сезоне. Артисты любых жанров, торопитесь! До 15 сентября отправляйте заявку на сайте смотрим.ру. Слэш птица. Участвовать в отборе могут дети до 17 лет. В станицу Суворовской прошел чемпионат Центрального Совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по боксу среди мужчин и женщин, посвященный Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. Весовой категории 75 килограммов одержал победу представитель Республиканской спортивной школы по боксу Эдгар Цамбов. Таким образом, он получил путевку на чемпионат России по боксу среди мужчин. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра завтра по Карачаево-Черкесии преимущественно облачно, местами кратковременный дождь-туман, ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 15-20, в горах местами плюс 9-14. В южных районах высокая чрезвычайная пожароопасность 5-го класса и высокая пожароопасность 4-го класса. В Черкесске утром слабый дождь, днем без существенных осадков. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 20 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умарти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго! Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаево-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок 8 878 2 26 36 32. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия.